Легко отделался. Блогер Александр Лапшин, приговоренный в Азербайджане к трём годам тюрьмы, уедет в Израиль. Напомню, его судили за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Выдать Лапшина просила Россия, но Баку отказали, а вот Израилю выдали. Почему, расскажет Сергей Услендер. Блогер Александр Лапшин был объявлен в международный розыск властями Азербайджана. Незадолго до этого он посетил Нагорный Карабах без азербайджанской визы. Баку рассматривает эту территорию как свою собственную, но оккупированную Армению. И к подобным посещениям относится крайне болезненно. Впрочем, помимо этого, блогер, известный в живом журнале под псевдонимом Пуэрте, опубликовал материал, где очень красочно описал свою поездку и всячески упоминал о том, что он нарушил законы Азербайджана. Многие полагают, что именно эта публикация и стала главной причиной его объявления в розыск. Азербайджан заявил, ну хорошо, раз ты решил так троллить нашу страну, мы подаем в Интерпол. Через некоторое время этот Александр Лапшин появился в Минске и был схвачен белорусскими властями, у которых очень хорошее отношение с Азербайджаном. Из Беларуси Лапшина депортировали в Баку, где его ждал суд. Его обвинили в незаконном пересечении границы и приговорили к трём годам лишения свободы. Выяснилось, что у этого человека гражданство трёх государств – Израиля, Украины и России. Россия требовала его вернуть, но это требование было отклонено. Тогда представители Иерусалима обратились к Баку, в том числе из Министерства иностранных дел и из КНЕСЭТа. На самом деле блогеру Лапшину очень повезло. У него есть мазаль, что у него есть израильское гражданство. Если бы у него не было израильского гражданства, вряд ли бы Азербайджан его отпустил на свободу. Судя по всему, эти обращения возымели действия. Вчера президент Азербайджана Алиев помиловал Александра Лапшина. Сейчас сотрудники израильского посольства помогают ему оформить необходимые документы. И уже 14 сентября он должен вернуться в Израиль. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Продолжение следует.